И даже если нет сил Всем привет! В новом 2024 году! Я летчик-космонавт Александр Мисуркин, и это наш 109-й выпуск совместного проекта с Музеем космонавтики в Москве «Космос не ждет». Сегодня в нашем выпуске новые туристы на МКС, пуск новой ракеты-носителя «Вулкан Центавр», посадка на Луну первого японского исследовательского модуля и многое другое. Хотите узнать больше? Поехали! В заключительный день января была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-9». В 1966 году, 31 января, с космодрома Байконур к естественному спутнику Земли была запущена «Луна-9». Эта автоматическая межпланетная станция стала первым аппаратом, созданным в конструкторском бюро имени Лавочкина, ныне АО «НПО Лавочкина». АМС «Луна-9» состояла из двигательного отсека, посадочного модуля и блока с оборудованием для управления полетом. Запуск этой станции был спланирован таким образом, чтобы аппарат достиг Луны в момент наступления лунного утра в океане «Бурь». Именно в эту местность «Луна-9» совершила первую в истории человечества мягкую посадку на поверхность естественного спутника нашей планеты. Тем самым было доказано предположение Сергея Павловича Королева, которое он еще в 1961 году записал в своем блокноте. «Луна твердая». Спустя пять лет, 3 февраля 1966 года, эта гипотеза главного конструктора нашла свое подтверждение. А теперь о космических новостях за последнее время. На Международную космическую станцию прибыли новые туристы в рамках миссии «Аксиом-3». Старт ракеты «Фалькон-9» с мыса «Канаверал» состоялся 19 января. Корабль «Крюд Драгон» пристыковался к МКС спустя сутки. Новость номер один. В состав экипажа «Аксиом-3», полет которого организовала частная компания «Аксиом-Спейс», вошли итальянский пилот Уолтер Виллади, астронавт «Еком» Маркус Вант, а также первый гражданин Турции, который побывал в космосе, военный пилот Альпер Гизеровчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА сотрудник «Аксиом» Майкл Лопес-Аллегрия. Планируется, что экипаж третьей миссии «Аксиом-Спейс» пробудет на орбитальной станции порядка двух недель и проведет около 30 научных экспериментов. После завершения миссиями МКС корабль с туристами должен будет совершить приводнение в Атлантике. Полеты с космическими туристами по программе компании «Аксиом-Спейс» в рамках соглашения со «Спейс-Х» в будущем планируется совершать два-три раза в год. 2024 год начался с пуска новой ракеты-носителя «Вулкан Центавр». Полезной нагрузкой для ракеты в первом полете стал посадочный модуль «Перегрин» частной компании «Астроботик Технологиз». Переходим ко второй новости. Компания «Юнайтед Лонч Альянс» создавала ракету «Вулкан Центавр» 17 лет. Ее первый полет откладывался несколько лет из-за проблем при разработке метано-кислородных двигателей «Би-4» для первой ступени от компании «Блю Ориджин». Вторая ступень оснащена двумя водородно-кислородными двигателями «РЛ-10» от компании «Аэроджет Рокет Дайн». Максимальная грузоподъемность ракеты составляет 7 тонн для геостационарной орбиты и 27 тонн для низкой околоземной орбиты. Если старт и полет новой ракеты прошел без замечаний, то модуль «Перегрин» не смог достичь окололунной орбиты и высадиться на Луну из-за незакрывшегося клапана, что привело к разрушению бака окислителя. 19 января он вошел в земную атмосферу, а его несгоревшие фрагменты упали в отдаленные от суши южной части Тихого океана. Для безопасного входа в атмосферу аппарат предварительно совершил 23 коротких включения основных двигателей и скорректировал траекторию. И снова о Луне. Японское агентство аэрокосмических исследований совершило посадку на Луну своего первого исследовательского модуля «Слим». Япония стала пятой страной, посадившей свой аппарат на естественный спутник Земли. Новость номер три. «Слим» был запущен 7 сентября прошлого года с космодрома Тенегасима. На орбиту Луны аппарат был выведен 25 декабря, после чего «Джакса» начала проверку рабочих систем и подготовку к посадке. 19 января он начал снижать высоту. Когда она составила 15 километров, модуль активировал двигатели и начал движение по дуге, которое на высоте 7 километров стало вертикальным снижением. На финальном этапе спуска модуль отклонился от вертикали, чтобы при лунении пришлось на опоры, и в 18.20 по московскому времени коснулся поверхности Луны. В дальнейшем выяснилось, что несмотря на то, что модуль смог сесть на Луну и не разбиться, он мог опрокинуться, из-за чего его солнечные батареи не могут вырабатывать электроэнергию. Это означает, что время жизни модуля определяется временем разряда аккумуляторной батареи. Тем не менее, Slim успел сбросить с высоты 2 метров оба лунохода, которые сейчас работают и передают данные. «Джакса» потребуется около месяца, чтобы точно определить координаты места посадки и сделать выводы о том, насколько точной была сама посадка. Космический центр имени Мухаммеда Бин Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов построит шлюзовую камеру для международной орбитальной окололунной станции Gateway. Станция будет использоваться для обмена грузами между окололунной орбитой и поверхностью Луны. И это наша новость номер 4. Объединенные Арабские Эмираты участвуют в лунной программе Артемида, поэтому должны спроектировать и создать шлюз для будущей орбитальной станции. Взамен один из астронавтов этой ближневосточной страны сможет посетить аванпост после завершения строительства в 2030 году. Gateway станет промежуточным пунктом на окололунной орбите для миссий на поверхность естественного спутника Земли. Модуль шлюза позволит астронавтам выходить в открытый космос, чтобы размещать научную полезную нагрузку и вести ремонтно-восстановительные работы на внешней поверхности станции. На орбите начала работу рентгеновская обсерватория Эйнштейн-Проб, оснащенная двумя телескопами. Аппарат займется наблюдениями за самыми разнообразными объектами от нейтронных звезд Млечного Пути до далеких активных галактик. Переходим к новости номер 5. Эйнштейн-Проб разрабатывался Китаем при участии Европейского космического агентства, которое взамен получит 10% научных данных обсерватории. Аппарат обладает двумя телескопами высокочувствительным и широкоугольным, обладающим полем зрения 3600 квадратных градусов. Конструкция последнего прибора состоит из 12 отдельных модулей. Обсерватория будет вести наблюдения в мягком рентгеновском диапазоне не менее трех лет. Целями станут внешние планеты Солнечной системы, приливные разрушения звезд черными дырами, квазары и активные галактики, нейтронные звезды, остатки сверхновых и источники гравитационных всплесков. И еще немного новостей из Китая. Частная компания Ariane Space успешно запустила с морской платформы ракету Gravity-1, которая стала самой грузоподъемной твердотопливной ракетой. Она вывела в космос три спутника. И это наша новость номер 6. Gravity-1 стала первой ракетой в серии из четырех ракет Gravity, разрабатываемых компанией Ariane Space с 2020 года. Трехступенчатая ракета способна вывести 6,5 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и на текущий момент является самой грузоподъемной твердотопливной ракетой. В качестве полезной нагрузки первого пуска выступили три спутника Юнь-Яу-1, которые будут заниматься наблюдением за поверхностью Земли и метеорологическими исследованиями. Ожидается, что в этом году Ariane Space проведет еще два пуска Gravity-1. В дальнейшем компания планирует модернизировать ракету, оснастив третью ступень жидкостным двигателем. А разрабатываемая ракета Gravity-2 уже будет оснащена только жидкостными двигателями. И еще раз вернемся в конец 2023 года. Компания Blue Origin возобновила полеты суборбитальной ракеты New Shepard спустя 15 месяцев после крупной аварии. Успешный полет прошел без людей на борту. И это наша завершающая новость на сегодня. В сентябре 2022 года произошла авария, что привело к срабатыванию системы увода капсулы и последующему взрыву ускорителя. Людей на борту капсулы не было. Дальнейшее расследование причин отказа показало, что сопло двигателя разрушилось из-за нерасчетных термических нагрузок, вызванных конструктивными изменениями, внесенными ранее в систему охлаждения двигателя. В дальнейшем компания пересмотрела конструкцию двигателя. И в декабре 2023 года New Shepard совершила 24-й полет. Капсула приземлилась на парашютах примерно через 10 минут после старта, достигнув максимальной высоты 107 километров. Тремя минутами ранее успешную вертикальную посадку на землю совершил ускоритель. Полет проходил в беспилотном режиме. На борту находились 33 эксперимента. Когда именно состоится следующий полет и будет ли он пилотируемым, компания пока не объявила. Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше. Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше. До встречи! Космос не ждет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok